Велосипед неэлектрический, без фонариков даже, без аккумулятора, а мы-то iXBD.com, почему же мы снимаем видео про этот велосипед? Дело в том, что его нам привезли из компании Thermaltake, которая давно всем и нам тоже известна компьютерным железом и всякими геймерскими аксессуарами. В 2021 году Thermaltake решила немножечко диверсифицироваться и открыл подразделение Thermaltake Bike, которое занимается дистрибьюцией вот таких интересных высокотехнологических велосипедов. С вами iXBD.com, это Taril Eve и сейчас все про него расскажу. Поехали! Это Taril Eve, он из Японии, говорят, его производят вручную. И две главные фишки это легкость и компактность. Первый за счет материалов, а второй за счет особого складного механизма. И вот с этого, наверное, начну и это надо показывать. Хоба! Хоба! Отсюда шпильку вытаскиваем. Вытаскиваем. Барашек откручиваем. Немножечко, не до конца. Так. Что еще можно убрать? Можно убрать седло. Я это проделал уже раз 15. Вроде бы приноровился, и сейчас у меня на это уходит примерно минута. Ничего сложного нету. Нужно сложить просто все, что складывается. В итоге получается вот такой вот комочек велосипедности, весом примерно 11 килограмм, и помещающийся в коробку размерами 70 на 58 на 34 сантиметра. Понятно, что это компактность, это отчасти заслуга небольших колес. Они здесь 18-дюймовые, но обычно у складных велосипедов складывается только рама, а здесь и заднее колесо, и переднее колесо, и еще руль. Рама сделана из хромом и либденового сплава. То есть в основе, естественно, сталь, то есть железо плюс углерод, но благодаря добавкам меняются свойства. Получается прочный и легкий металл. Хромом и либден считаются топовым вариантом для велосипедов BMX, но на tire lift ничего экстремального исполнять нельзя. Об этом нас отдельно попросил производитель. Что по обвесу? Здесь ободные тормоза, то, что называется V-brake, не очень элитный, хотя для городского велосипеда дисковые тормоза, наверное, излишни. Система 9S красная, называется Shimano Soro, и это хорошо, потому что Shimano просто очень распространены, и фактически в любой деревне можно найти либо замену, либо мастера, который умеет их чинить. Переключатели на руле удобные, а вот индикатор есть, но смотрит скорее вперед. Есть вот такой вот аналоговый звоночек. Есть крылья, в комплекте сразу установлены, длинные и близко прилегают к колесам, то есть брызг точно никаких нет. Есть даже вот такие катафоты, они поставляются в комплекте, правда не установлены сразу, и я думаю, что вместо них лучше сразу установить фару и фонарь соответственно. А вот подставки почему-то нет, это неудобно, потому что вот такую дорогую игрушку бросать просто на землю как-то жалко и неловко. Хотя по большому счету подставка не нужна, потому что велосипед устойчиво стоит, если просто сложить заднее колесо. Тоже вариант. Велосипед был классно упакован, но некоторые вещи пришлось прикручивать. Например, не только катафоты, которые я уже показал, но и педали, и передний тормоз. Мне пришлось ослабить тросик, чтобы зацепить скобу, а сделать это без шестигранника невозможно. Был ли в комплекте шестигранник? Нет, ни одного. А Икея, например, если помните такую, даже к любой табуретке прикладывала обязательно шестигранничек. Стоит брать пример. Руль здесь есть, это очень удобно, потому что велосипеды без руля, как правило, неудобны. Руль здесь прямой и, наверное, многое зависит от роста седока, но я на нем практически лежу, как на обычных велосипедах. У городских моделей все-таки посадка более вертикальна, но, повторюсь, это зависит от конкретного, наверное, человека. Комплектное седло довольно узкое, может быть, не всем будет комфортно, но вообще эта деталь, во-первых, легко меняется, во-вторых, ее стоит подобрать под себя. Ну и главная характеристика любого велосипеда, правда неизмеримая в числах, это катит ли он. Этот велосипед катит очень хорошо, правда стоит дорого, примерно 150 тысяч рублей и уже продается в России. Это называется Тайрил Ив, легкий и очень складной, точнее, очень легкий и складной. С вами был XBD.com, пока. Минуточку, пока мы снимали обзор, нам привезли еще и аксессуар для велосипеда. И этот рюкзак, это уже разработка именно Thermaltake. Называется Thermaltake TT100, нет, лучше буду называть TT100. Форма у него непривычная, низкополигональная, а все дело в том, что рюкзак, если вставить в него рамку, можно моментально прикрепить к велосипеду. Thermaltake говорит, что такая форма нужна для лучшей аэродинамики, но в любом случае надо понимать, что парусности рюкзак прибавит. У рюкзака два отделения. В одно помещается 17-дюймовый ноутбук и там еще есть пара кармашков. Заглянуть туда внутрь сложновато, особенно если вставлена рамка для крепления к велосипеду. В другом отделении два крупных кармана, пара мелких и еще набор резиночек для ручек и кабелей. Общий объем 20 литров. Из милых мелочей, магнитные крепления для лямок и нагрудный замочек с хвостиком и, опять-таки, способностью примагничиваться. Рюкзак всепогодный. Степень защиты IP44, то есть он выдерживает брызги в любых направлениях. Не пропускают влагу и ткань, и молнии. Но это не гермомешок, конечно, просто можно не бояться дождя. В России рюкзак уже продается в некоторых магазинах чуть дороже 20 тысяч рублей. Это есть примерно 250 долларов, за которые ТТ-100 продается в других странах. Вот теперь точно все. Пока.